Здорово дорогие наши пирожочки и что сегодня я вам расскажу, но вы уже наверное название умеете читать и знаете что сегодня у нас будет обзор лучшего режима Warhammer Tempesto 4. Для начала я объясню как функционирует сам этот режим, а потом мы перейдем собственно к обсуждению того в чем его плюсы, недостатки, ну и вообще зачем в это собственно играть. Сам по себе Tempesto 4 предлагает просто альтернативную версию того как можно играть в Warhammer. То есть альтернатива нашим классическим миссиям Eternal War, ну или как бы они сейчас не назывались, и я думаю нет смысла рассматривать весь этот режим не рассматривая сами вот эти карточки и что у нас находится в этой самой коробочке. Поэтому сразу же давайте собственно предметно будем это все обсуждать и смотреть. Для начала главное что у нас есть в коробочке, ну не главное, а одно из самых основных вещей которые у нас здесь есть все-таки, это у нас есть такой маленький буклетик, который по сути в несколько листочков описывает нам как нам собственно в этот режим играть. То есть он показывает сколько мы используем точек или сколько мы используем кп в зависимости от например формата в котором мы играем. Плюс такие некоторые механики аля кто ставит первую точку, да здесь используется очень странный принцип, кто младше тот и ставит первую точку, зачем непонятно. Также у нас в наборе здесь есть собственно карточки, которые распределяются между двумя игроками. Здесь конечно же есть еще токены, которые можно использовать как точки, но при этом это абсолютно не обязательно такой дополнительный просто трешок, спасибо конечно ГВ за то что он есть. И давайте-ка с места в карьер, сразу смотрите как у нас механика, это работает по ходу партии и чем собственно отличается от классического режима игры. Первое, главное отличие, которое мы видим от стандартной сейчас партии в Вахе это что? Это то, что точки у нас здесь не имеют фиксированных значений где они находятся. Точки у нас расставляют самими игроками. В правилах опять же указано расстояние на котором они должны находиться, то есть у нас есть фиксировано расстояние на которых точки должны находиться друг от друга и на котором точки должны у нас находиться от краев стола. Немаловажное здесь у нас замечание по поводу этого правила заключается в том, что точки должны распределяться в определенных частях стола То есть у нас есть, как вы знаете, диплойки Диплойки представляют из себя, по сути, разделение стола на три зоны Каждая из зон представляет из себя это или диплой, то есть место расстановки одного игрока, либо место расстановки другого игрока, либо третья зона Это у нас нейтральная территория При расстановке точки используется главное правило, что по итогу расстановки должно получиться так, что две точки, то есть по одной на каждую сторону, должно находиться в каждой диплойке То есть у вас в диплойке игрока А и в диплойке игрока Б обязательно должна оказаться хотя бы одна точка И, соответственно, остальные все точки должны попадать в нейтраль То есть да, иногда может сложиться такая ситуация, когда один из игроков положил точку в одну диплойку и поочередно с другим игроком они выкладывали точки только в нейтраль Соответственно, последняя точка, которая будет выставляться, должна быть обязательно выставлена в диплой другого игрока Важно ли это для игры? Ну, достаточно важно, потому что это появляется дополнительный стратегический элемент в виде того, что игроки сами регулируют то, где находятся точки Возможно, в вашей голове еще затерялась мысль такая, Михаил, Михаил, ну погоди, а что это дает? Какое-то тактическое преимущество Но, например, вы можете думать от того, какая у вас, например, армия И, например, если у вас армия, которая хочет идти вперед и не стоять где-то на месте Вы можете выставлять агрессивно все точки, например, ближе к центру Домашние точки ставить тоже ближе к центру, все-таки не забывайте, диплойка достаточно крупная у нас так-то И можно в определенных местах ее, как бы, двигать и выставлять, например, вплотную к границе И за счет этого делать удобство для такого вот, как бы, клиновидного удара Или вы можете разносить эти точки в разные стороны флангов Например, если у вас МСУшная армия, которая предназначена для того, чтобы контролировать, скорее, весь стол в разных частях Чем нежели бодаться с противником лоб в лоб Что тоже может интересно Вы скажете, так погоди, ты подстраиваешь под свою тактику, типа, весь стол Но нет, здесь у нас важный момент, расстановка этих точек идет до того, как вы определите, кто выбирает диплойку Соответственно, когда вы расставляете точки, вы не можете сказать, что вы себе поставили домашнюю точку удобно, а противнику нет Потому что вы не знаете, будете ли вы выбирать диплойку Вы можете поставить точку, да, одну удобно, другую нет А потом ваш оппонент выиграет выбор стороны и просто выберет сторону, где ему удобно стоять, а вам нет Поэтому это, да, это очень важный такой этап появляется Он часто недооценивается многими игроками Но при этом это такая интересная глубина, которая, правда, иногда забивается болт И просто точки ставятся как попало И, в принципе, чего бы и нет, можно и так как бы играть Далее, что важно, вы спросите Так, стоп, Михаил, ты говорил про диплойки А как мы определяем какие диплойки? Вот это правильный вопрос, мой дорогой подписчик Правильно, диплойки у нас определяются до того, как мы расставляем точки И каким образом это делается? Правильно, одной из частей этих колод То есть одна из их частей у нас отвечает за вот эти колоды игроков А другая отвечает за вот эти все режимы игры И, собственно, какие у нас здесь есть составные колоды, которые отвечают за режим игры? Первое, это у нас правильно, диплойки То есть мы вытягиваем случайную карту диплойки И по ней разграничиваем, собственно, эти диплойки и расставляем точки Важно, что вот эта карточка должна быть раньше вытянута, чем вы начинаете расставлять точки Потому что, ну, как бы, а как вы расставите точку в диплойке обязательно одну, если вы не знаете, где она Ну, в принципе, я еще раз говорю, все очередности действий у вас расписаны в этом кратком буклетике И, думаю, повторять их смысла особого здесь нет Я только объясню вам основные моменты Собственно, что у нас еще здесь находится, вот в этой вот части Которая определяет у нас миссию, как будет играться помимо диплойки У нас есть еще две штуки Первая штука, это основная миссия Да, кто-то скажет, что стоп, погодите, я думал, это как Мастар и Моэль То есть мы вытягиваем родномные карточки Да, но об этом чуть попозже Но здесь есть две составляющие Моэль у нас здесь, забегая на будущее, заменяет вторичные миссии То есть он приносит 45 очков из суммарных 90 максимальных, которых вы можете заработать по партии А вот первичка наша, вот эта единственная карта, которую вы вытягиваете тоже случайно Определяет, собственно, первичку Другие 45 очков Здесь, в принципе, миссии тоже, они случайные, они разные Но при этом, как вы видите, они могут быть достаточно стандартизированы К тем миссиям, которые мы привыкли видеть То есть просто поконтролировать, например, точку 2 и больше, чем оппонент Или еще что-нибудь подобного формата Иногда в них, конечно, встречаются специальные условия Типа, например, у вас появляется доп.экшн, который позволяет сжигать точки И приносить вам этим самым виктори-пойнты Но механика достаточно простая И думаю, ни у кого не вызовет никаких вопросов, как она должна реализовываться И третий элемент, который у нас составляет, это вот часть колоды, отвечающая за партию Это мутаторы У нас есть ряд мутаторов, которые могут влиять на партию Собственно, как это работает? Мы вытягиваем одну случайную карточку и смотрим на эффект, который она дает Эффекты бывают достаточно разные Это самая, собственно, обширная часть этой колоды Эффекты бывают, конечно, иногда вообще не сильно влияющие А иногда очень сильно влияющие Например, есть карточка, которая заставляет вас вытянуть еще 2 карточки И оба эффекта применяются на игру Есть, например, карточка, которая заставляет вас доставить еще одну точку на карту Это достаточно важно, потому что тогда у вас становится на одну точку больше и с контролем вы играете уже немножко иначе И для некоторых миссий это оказывается очень-очень важно И есть там условия, например, что точки могут вносить марталки в юнитов, которые их сходят и так далее, и так далее, и так далее То есть такие небольшие мутаторы, я бы не сказал, что эти все мутаторы однозначно равны Потому что многие из них являются очень сильно меняющим партией, типа дополнительной точки А некоторые типа марталок на самом деле в большинстве случаев очень-очень-очень редко срабатывают Да, иногда, конечно, могут вдарить по вам и в самый ненужный момент, но по большей части они ничего не делают То есть здесь так бывает, что у тебя, да, мутатор может по сути не изменить условия партии вообще А может кардинально перевернуть тебе партию Тут уж как повезет и как это будет выстроено Опять же напоминаю, что сами вот эти вот все карточки вы вытягиваете до расстановки точек И, собственно, что происходит дальше После того, как вы вытянули все вот эти условия миссии, вы расставили все точки и вы начинаете играть Дальше у нас в игру вступают две колоды, которые у нас здесь есть Это игрока А и игрока Б Номинально это атакер и дефендер, но колоды, запомните, они не различаются Они абсолютно одинаковые между собой Просто они отличаются цветом Ну и номинально игрок атакер получает А То есть атакер получает красную колоду Б, то есть дефендер, не знаю как Б и Д сочетаются Получает колоду дефендера Эта колода у нас такая серенькая Типа, или зелененькая, хрен узнает какой-то цвет Но да, помните, колоды все-таки между собой идентичны абсолютно И, собственно, да, вот этот тот самый классический маэль Кто, собственно, когда-то играл в маэль знает, о чем я сейчас говорю Кто не знает, сейчас объясню Работает по следующему принципу В начале своего хода вы достаете из своей колоды То есть вы полностью зашафлили всю колоду Оставляете ее на столе и рубашкой кверху ее держите Вы не знаете очередность карт, которые там находятся И в начале своего хода вы достаете три карточки Которые вы, собственно, представляете из себя миссии Которые вы должны сделать на этот ход Важно В чем здесь есть какие-то особенности, вы которые должны понимать То, что миссии здесь очень сильно разноплановые То есть здесь есть миссии от разряда Убей энное количество юнитов противнику Есть набей энное количество вундов юниту Есть поскорь энное количество точек на столе Есть поскорь конкретные точки на столе И в определенном сочетании Плюс должны юниты ваши находиться на определенных краях стола И на определенных диплойках стола И плюс сделать дополнительные какие-то экшены То есть здесь есть очень большое количество вот этих действий Которые, собственно, каждый игрок должен осуществлять У всех этих карточек прописано, когда вы их можете выполнить Собственно, каждая карточка, выполненная в вашем ходу, ну или когда написано, когда она выполняется, некоторые карточки заканчивают свое действие в конце батлраунда, а не в конце вашего хода, то есть в конце иногда хода вашего оппонента, если перефразировать иначе, приносит вам 5 виктори-поинтов. При определенных условиях бывает меньше, но это частности. То есть это одна карточка, это 5 виктори-поинтов, то есть 9 выполненных полностью карточек фактически означают кап по миссии. Если вы какие-то карточки выполнили, соответственно, в ваш ход, то вы их просто скидываете в выполненные карточки и все отлично. Если вы их не выполнены, у вас есть, собственно, два варианта действия. Вы можете эти карточки оставить у вас, как бы лежать перед вами, то есть на руке у вас, и в надежде выполнить следующий ход, либо вы можете их скинуть, то есть вы просто убираете их из игры, но больше возможности выполнить у вас их не будет. Почему это очень важно? Потому что да, вы фактически прямо карточку убираете из игры абсолютно. То есть у вас больше эту миссию не так, что она может быть когда-то вам придет, нет, она полностью уходит И важный момент, который вам надо помнить, сама вот эта ваша колода, она конечна То есть когда вы вытягиваете карточку и добавляете себе в руку, она попадает вам собственно в руку Если вы выкидываете, она идет в отбой, и в отбое карточки устраняются как бы из игры полностью То есть вы можете в принципе провернуть всю колоду и остаться без карточек как таковых Да, это в принципе достаточно сложно, а возможно и невозможно Но тем не менее, это есть такой вариант, то что как бы скидывая одну миссию Если вы думаете, что вы можете ее выполнить в будущем, то возможно стоит ее оставить А возможно стоит не оставить, а наоборот заменить ее чем-то более реалистичным То есть да, вы можете как бы наскидывать столько карточек себе, что не выполнить ни одну Такое вполне себе возможно Также у вас есть такой своеобразный элемент контроля У вас появляется новая стратегема, которая собственно не была раньше в игре Это стратегема за 1 кп, позволяющая когда вы вытягиваете миссии, одну миссию скинуть И добавить еще одну собственно вам на руку Что позволяет вам так слегка контролировать Если вам приходит миссия, которую вы понимаете, что в принципе шансов вас выполнить нет Вы ее полностью убираете и дальше идете Что здесь важно, такие парочку заметок сделать наверное Что обращайте внимание на условия миссии Потому что вам может кажется, что знакомые и вы такое видели уже в подобных миссиях Сейчас вытернули Но они зачастую немного отличаются И поэтому могут вам ломать голову Поэтому внимательно читайте ворнинги, какие-то написаны Например, не всем иногда понятно, что миссия, которая гласит Что вы должны застрелить определенное количество юнитов или убить их в ФТХ Означает, что вы должны их просто определенное количество убить А не за один ход То есть это как бы миссия имеет накопительный эффект Если не выполнили за один ход, вы можете выполнить ее в дальнейшем То же самое например миссия на количество набитых ран Это тоже самое также выполняется То есть внимательно читайте условия миссии Внимательно вглядывайте, что там написано Все-таки иногда там условия бывают не совсем стандартные И собственно это из себя и представляет этот режим Да, вот так вот вкратце Это собственно все И теперь давайте поговорим про его особенности И собственно зачем в него играть, какой смысл есть И что с ним делать Для начала одна из самых главных особенностей Вы скажете мне, Михаил погоди То есть Tempesto 4 это вот эта вот у нас такая Как вот эта колодочка И соответственно с ней ты играешь Да, правильно, все верно Но вы можете задать логичный вопрос Стоп, Михаил, а где мне эту колоду раздобыть? Справедливо Купить ее может быть достаточно тяжело Да и стоит она все-таки денег И не факт, что вообще вы ее найдете где купить И тогда у меня есть для вас гениальный ответ Просто у нас есть вахапедия Просто заходите на вахапедию Там прямо есть в разделе правил Раздел Tempesto 4 Мальцев мало того, что перенес туда Собственно сами все правила То есть вы их можете все прочитать именно там Также у него есть электронный просто генератор самих миссий То есть вам не нужно фактически доставать эти карточки Вы просто на телефоне одного игрока Нажимаете генерейт И он генерит у вас миссии для игроков Он генерит вам миссию Он генерит вам диплойку Он все для вас делает Плюс там есть такие интересные прикольные нововведения Например то, что здесь есть миссии Которые, например, нельзя выполнить первый ход И не потому, что это невозможно А потому, что на первый ход это слишком легко Например, миссия, где Сделать так, чтобы противник и юниты не оказались в вашей диплойке Понятное дело, это была практически автовыполнимая миссия И в таких миссиях прописано условие Эту карточку нельзя выполнить в первый ход И если у вас она оказалась на руке Вы должны ее обратно зашафлить типа в колоду Важно ее зашафлить в колоду А не выкинуть именно То есть она все-таки может вам еще прийти потом в следующих ходах Используя вахапедию, такие миссии в первой генерировке физически вам не могут попасть на руку Соответственно вы избавляетесь от мелкого микроменеджмента Который вас заставил бы, например, решафлить колоду Что не проблема, но мало ли все равно мелкая какая-то моторика Может у вас с ней проблемы, хрен его знает И возможно для многих возможность играть именно не с физическими картами А с электронной версией просто с телефона Гораздо удобнее на самом деле, чем вот собственно эти самые карточки Так что я даже настоятельно вам рекомендую пробовать играть именно в вахапедии Но если у вас есть какие-то проблемы, конечно, да, можно и вот Или есть возможность, самое главное, купить колоду Можно играть вполне себе с такой колодой И проблем у вас тоже, по идее, с этим быть никаких не должно С этим вопросом разобрались Далее, вы, наверное, можете логично меня спросить Главный вопрос А нахрена нам этот режим, если у нас есть гранд-торнамент Который регулярно обновляется и выдает нам новые миссии Ну смотрите, есть здесь, есть таких несколько пунктов В чем преимущества и недостатки этого режима Давайте вначале проговорим про плюсы Этот режим на самом деле достаточно рандомный Да, то есть режим создает вам больше репетативности, как по мне в игре То есть играя одну и ту же партию на одном и том же даже столе С одним и тем же оппонентом Партии у вас могут развиваться по-разному Чисто за счет генерёшки какого-то количества миссий Из этого же вытекает и, возможно, минус для многих игроков Это рандомность То есть вы не можете так в достаточной степени предсказывать действия Да, колода достаточно читаемая И привыкнув играть, вы можете достаточно грамотно выполнять кап по этим миссиям Но это мы говорим, если вы будете играть прям в соревновательном ключе И если вы будете играть в соревновательном ключе Да, это может создавать такое нелегкое негодование Потому что у вас пропадает элемент контроля, который есть У нас сейчас вытернули, когда вы сами выбираете себе вторички И сами можете контролировать, что происходит Да и подстраивать тупо армии под это А тут вы фактически сейчас, играя в Tempest of War По-хорошему, если вы прямо хотите компетитив игру Вам надо подстраивать армию для выполнения этих миссий Как минимум из вещей, которые здесь могут быть полезны Это, например, подвижные юниты Естественно, здесь приветствуются Потому что они позволяют вам передвигаться по столу Но, правда, справедливости ради Стоит также и заметить, что здесь есть миссии на все, в принципе, фракции Которые так или иначе будут работать То есть здесь есть миссии и на убийство в стрельбу, и в ХТХ И просто на убийство, и псайкерство И сделать какие-то экшены, и на контроль стола То есть, типа, все, в принципе, из этого есть И вот в этом режиме, в принципе, можно Как бы и не подстраивать армию как таковую Но, естественно, она будет менее эффективно работать То есть, да, это такая двоякая обоюдоострый меч Такой, скажем так, получается То есть есть и минус, и плюс в использовании этого режима Также, как по мне, тоже являющиеся фактически И плюсом, и минусом этого же использования этой колоды Это, наверное, меньшая компетитивость То есть, меньшая соревновательность этого режима То есть, отключить мозг и просто смотреть, что происходит И так играть И кто не понял, что это значит Смотрите, когда вы играете в Eternal Вы заранее составляете армию Вы заранее выбираете себе миссии Которые, скорее всего, в большинстве случаев будете выполнять Возможно, у нас есть, конечно, вариативные В зависимости от оппонента, с которым вы столкнулись Но суть в том, что у вас должна быть такая степень подготовки Многие игроки при этом сталкиваются с такой ситуацией Что очень значительная часть времени перед партией Они тратят на то, чтобы выбрать, собственно, все сами эти миссии Что они будут делать по игре повторички в Eternal И для многих это, как бы, и раздражающий фактор И, может быть, замедляющий фактор В этом плане это больше подходит для такого вот подпивасного домашней игры Ну, как по мне, потому что вам не нужно тратить на это, как такого времени Все, игра решит за вас На рандоме вытаскивать карточки И карточки вам говорят, собственно, что играть И что у вас будет делать И какие миссии у вас там будут выполняться То есть, да, для вот такого более расслабленной игры Мне кажется, этот подходит больше Но для компеттив игры, я скажу честно Режим подходит, возможно, не самым лучшим образом Почему? Потому что, ну, я уже говорил Он, во-первых, рандомный Во-вторых, на самом деле Если вы будете всерьез пытаться в этом режиме потеть Вы очень легко будете получать здесь преимущество над вашим оппонентом То есть, здесь возможность, типа, понимая полностью механику И понимая механику шафла колоды Вы будете понимать, какие у вас миссии С какой вероятностью приходят И возможность, типа, взять кап по этой колоде Становится практически максимальным И часто может быть ситуация, что если вы два таких игрока Они будут брать кап и по обоим миссиям И там уже только армии будут между собой сражаться Что, в принципе, тоже, конечно, неплохо Но, как по мне, не идет сравнение с компетентной составляющей Именно Eternal Но, опять же, для более расслабленной игры Именно, как бы, для отдыха Это, мне кажется, больше подходит такой режим Потому что он буквально дает вашим мозгам Как бы отдохнуть Вы часть нагрузки в виде миссии Просто скидываете на вот этот вот рандом И он за вас его все определяет Также плюс этого режима Ну, наверное, тоже в этом же ключе лежит Он не очень обновляем Вообще, конечно, это и минус очевидный, да? То есть режим не баланса И здесь есть некоторые балансные проблемы В принципе, в миссиях И некоторые вопросы по самим миссиям То есть иногда они очень иногда будут странно сформулированы И к ним бы не помешал фак Но фака, естественно, к этому режиму нет Потому что ГВ работает как дебилы И, собственно, и свой режим поддерживает Хрен знает как Но есть здесь небольшой в этом маленький плюс Конечно, в том, что режим не меняется То есть, да, вам не придется Каждый квартал играть фактически в новую игру Как часто происходит зачастую в большой вахе Да, что-то меняется, что-то остается, конечно Понятное дело Но, тем не менее, частые постоянные изменения Не все игроки за ними успевают Игроки, находящиеся, например, в спорте Им, понятное дело, это не проблема Это их постоянная среда Они адаптируются к новым миссиям И дальше играют Но игроки, которые просто играют под пивасную Опять же, игру вечерком один раз в месяц Для них это может часто создать проблемы Конечно, они могут играть по рульбочным Но создать себе, чтобы вот такую Интересную возможность реиграбельности Я тогда бы советовал бы Скорее использовать все-таки Темпестовские эти миссии Потому что они банально интереснее Чем то, что есть в рульбуке Потому что рульбуке очень скучные миссии И играть по ним вообще просто Ну, усадься как скучно И, по сути, да, это все основные различия То есть, да, если прямо сводить Вот эти все знаменатели к какому-то общему числу То получится, что я бы советовал Вам этот режим В принципе, попробовать Если вы хотите именно больше отдохнуть От партии ваху То есть, каждый получает от вахи Удовольствие по-разному И тут как бы каждый дрочит, как он хочет И играет в свое хобби За которое он платит деньги Как ему нравится больше Поэтому решение стоит за вами Но именно, как по мне Если вы хотите именно отдохнуть Если вот тут вы там устали И вы не хотите напрягаться в вахе Особенно если вы не можете тратить на ваху Достаточно много времени То этот режим становится достаточно удобным И комфортным, потому что вы банально Не тратите лишнее времени на изучение новых правил Вы не тратите лишнее время на вот это определение с миссией Вы не мучаетесь никакими там муками выбора Ну ладно, некоторые есть Там скинуть карточку или нет И поэтому этот режим для такого, скажем, отдыха И больше расслабленной игры Мне кажется, подходит достаточно сильно И достаточно удобно по нему играть Поэтому да, вот таких ситуаций могу советовать Поэтому, например, на нашем спарке В зависимости, когда вы смотрите этот ролик Или я уже ввел, или еще не ввел То я решил ввести именно этот темпест Просто для игроков Потому что он как бы наглядно показывает вам Вот как раз эти разнообразные задачи Которые ставят командование перед Как бы перед своей армией Они выполняют и все такое При этом он особо не напряженный И не заставляет игроков сильно там страдать Если говорить про компетитив игроков Которые у нас играют на турнирах Я бы просто, наверное, мог бы рекомендовать Попробовать для разнообразия Как в таком режиме можно играть Потому что немножко он меняет Компоновку армии Ну, для определенных фракций не сильно Например, как для Ильдар Мне кажется, тут ростер, составленный под темпест И под стандартные миссии Будет не сильно отличаться Но, например, ростер, составленный для тех же спейсмаринов Он будет, по мне, так сильно отличаться Вот именно для темпеста И для сейчас современных гранд-торнаментских миссий Вот, поэтому для игроков Именно спортивного, как бы, уклада Я бы советовал это, в первую очередь Просто для разнообразия Если вам захочется именно разнообразить стандартную игру Если у вас такого, как бы, рвения нет И вам хочется именно находиться Вот это сейчас в нынешнем мете То смысла особого, на самом деле, в этой миссиях я не вижу Поэтому, как бы, тут выбор остается за вами Я, конечно, всем советую просто попробовать что-то новое Попытаться в этот режим поиграть Не понравится, но не понравится Опять же, покупать колоду теперь вам не надо Вы можете просто зайти на вахопедию и использовать правила, которые там есть Поэтому, как бы, за спрос денег не берут Вот, но я уже, собственно, объяснил свою ситуацию Подводя итог Этот режим больше подходит для расслабленных игр Для компетентных игр Я бы сказал, что он, наверное, не очень-то и подходит Но при этом, как такой интересный эксперимент Хотя бы несколько партий Я бы советовал в него сыграть И, возможно, вы удивитесь, как по-новому Некоторые армии, на самом деле, могут работать А некоторые могут не работать, на самом деле, при таких обстоятельствах То есть, немножко даже баланс смещается Надеюсь, этот гайдец стал для вас Хоть насколько-то полезным И, может быть, кого-то сподвигнет поиграть в этот режим Да, кто-то может шутить Типа, ха-ха, Михаил Полгода осталось до конца редакции Ты записал обзорный режим Да, что поделать Вот такой вот я нерасторопный Но, главное, я сделал свое дело И, надеюсь, хоть кто-то сможет поиграть Причем, есть шанс, что, возможно, этот режим у нас Или перейдет в новую редакцию Или будет возможность его использовать просто в новой редакции Если кардинально не изменится правило А с большим шансом кардинально правило не изменится Все-таки, прямо совсем уж другой игрой это не станет И, возможно, мы даже сможем использовать эту колоду В новой редакции И поиграть по этим же правилам Поэтому пишите в комментариях Собственно, был ли вам полезен этот гайдец Нужны ли вам еще такие же, может быть, по миссиям из Гранд Торнамент Краткий обзор вот этого всего дела Пишите, собственно, будете ли вы играть в Tempest of War Или уже играли в Tempest of War И ваши отношения, если вы к нему играли И на этом все Как всегда, спасибо за просмотр Берегите себя и свои меньки Туда-сюда, 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 туда-сюда Что за вот это все? Кошка проснулась Смотрит на меня Лучшего режима игры Вархаммер Наклейка Фьюри Кингстон не то И она, сука, опять идет к твити миша она опять идет папа 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 учить 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 там часа или все числа к общему знаменателю хрязное что я хотел сказать ну и конечно откуда начать ходить конец